Габунец Эфаге сходу стал любимчиком гомельской публики. Хорошая скорость, самодача и эффектный дриблинг парня вносят в игру зелено-белых множество ярких красок. Я вырос в большой семье, у меня семь сестер и пять братьев. Однако никто, кроме меня, напрямую не связан со спортом. Сколько себя помню, футбол всегда был моей страстью. Все детство я провозился с мячом, и отец, глядя на это, всегда говорил, у тебя здорово получается, ты должен продолжать. Уверен, ты обязательно станешь профессиональным футболистом. Жюниору всего лишь 19. Как и многие африканцы, сразу по достижении совершеннолетия он смело отправился в Европу, толком не осознавая, где в итоге он окажется. Сначала я поехал в Турцию, где проходил просмотр в нескольких командах, однако полноценный контракт удалось заключить в Молдове с Динамо Авто. Получилось неплохо себя зарекомендовать, потому возникло предложение из Беларуси. Я ничего не слышал о стране, однако был знаком с ребятами, которые здесь выступали. Жереми Абуней из Луцка и Эммануэль Ромес из Славии. Они объяснили, что переесть сюда будет правильным решением для развития моей карьеры. Так и оказалось. Чемпионат Беларуси сильнее, нежели молдавский. Обаятельный и улыбчивый Эфаге легко нашел контакт с командой, хотя признается, что общение дается непросто, ведь на родном для него французском языке в Гомеле почти никто не говорит. Команде отличная атмосфера, не испытываю никаких проблем, за исключением одной. Я не говорю по-русски и лишь сейчас стал понимать отдельные выражения, футбольные словечки. Самому мне сложно начать говорить на этом языке. Французским владеет только наш врач Станислав Чайка, который очень мне помогает. Удивительно, но язык футбола настолько универсален, что жуниор без проблем умудряется вести разговор с юными поклонниками клуба, которые без ума от футболиста. Для меня самым приятным сюрпризом в Беларуси стало отношение ко мне со стороны болельщиков. То, насколько тепло меня приняли и по-настоящему полюбили. В свободное время я часто занимаюсь физическими упражнениями индивидуально. Работаю над прессом, отжимаюсь, иногда выхожу на легкую пробежку по городу. Но за это время меня могут несколько раз остановить, чтобы поболтать, сфотографироваться или взять автограф. ФАГ один из самых заметных игроков команды, которому уже сейчас наверняка проявляют интерес представители других чемпионатов. Есть ли какая-то конкретика и где сам футболист мечтает поиграть? Моим кумиром детства был Фернандо Торрес. Я следил за его выступлениями, не пропускал матчи Ливерпуля. Старался у него учиться, наблюдал за тем, как он перемещается по полю, как идет в дриблинг. Поэтому не буду оригинален. Моя мечта – это английская премьер-лига. Это самый сильный турнир в мире. Что касается предложений от других клубов, то вся эта информация у моего агента. Хотя мне в соцсетях регулярно пишут люди, которые интересуются моими планами, каков срок контракта. Но я не знаю, кто они – селекционеры или просто любопытные фанаты. Но на самом деле я весь год был сосредоточен на Гомеле и его задачах. Зелено-белые играют нестабильно, что в конце концов привело к смене тренерского штаба. Верят ли футболисты, что на осеннем отрезке смогут включиться в борьбу за пьедестал? В нынешнем сезоне хватало неудач. Ответственность лежит на каждом. Если это происходило, значит недостаточно работали на тренировках. Или не смогли должным образом настроиться на победу. Я убежден, когда мы всей командой ловим кураж, то нас не остановить. Мы можем делать большие дела и замахнуться на самое высокое место. У нас хорошие футболисты, у которых полно сильных качеств. Надеюсь, с новым тренерским штабом удастся прибавить. Может, это и слишком смелое заявление, но я думаю, нам по силам финишировать в тройке. Это и субтитры, это и субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok